И всем привет ребят, с вами Стройка, если записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых обновленных дронов. И сегодня вместе с вами мы начинаем обзор с дрона бустер. Всего у нас поменялось в балансе два дрона, ну и сегодня про один из них мы поговорим, обсудим и скатаем матчмейкинговую катку. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте, установите ему личный тег Тег Тим П, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы сыграем на нашем основном аккаунте. На дефолтнейшем вооружении, которое я использую в последнее время на постоянной основе в рамках матчмейкинга. А это Крусейдера Страйкер, Страйкер с дистанционным подрывом. Ну и возьмем мы тот самый замечательный дрон-бустер. Я на нем, честно вам скажу, уже отыграл где-то боев 10, может быть 15. И сегодня смело могу дать уже определенное мнение и характеристику, связанную с этим дроном. Также дополнительно мы скатаем еще катку в матчмейкинге. Ну и скажу сразу, что эта обнова для бустера дала новую жизнь. Эти те самые дополнительные 5% теперь дают возможность ваншота легких танков. Ну и за счет ваншота легких танков этот дрон приобретает новый вид и новый дополнительный интерес. Если его сравнить с Кризисом, то в моем понимании на сегодняшний день будет бустер со Страйкером точно интереснее смотреться, чем с Кризисом. А вот что касаемо Гипериона, то здесь есть своего рода определенные вопросы. Если вы живете долго у противника на респе и вас противник особо сильно не сливает, то 100% дрон-бустер будет актуальнее, чем дрон-гиперион. Если же вас вкидывают безумно большое количество урона и вы довольно большое количество раз респитесь, то в этом случае гиперион будет лучше, чем бустер. Но факт того, что этот бустер стал 100% играбелен и 100% лучше, это факт. Это реальный факт. Эти 2000 урона теперь дают намного больше преимуществ. И меня радует то, что теперь у нас в матчмейкинге начнется разнообразие в плане баланса в нашей игре. Запикался я, к слову, в осадочку и здесь очень большое количество противников стоит на одной точке в дефе. И это очень хорошо. Будет возможность сейчас въезжать в этого противника, ну и стараться накидывать как можно больше урона. С первого респа мы уже сделали 6 целых киллов по оппоненту, что является очень и очень хорошим показателем. Единственное, только я не могу понять, что у меня со звуком. У меня такое ощущение, как будто у меня что-то со звуком не то. Как-то по-другому работает, либо что, не понимаю. Ну ладно, надеюсь, что у вас главное, что все слышно четко и никаких дополнительных нюансов и проблем нет. Не знаю, я просто только что с моря вернулся, может у меня что-то уши заложило. Короче, не могу понять, что-то со звуком как будто не так. Ну ладно. Так, прошло у нас уже сколько получается? Две минутки. Две минутки 6 киллов. Ничего особо сильно в этом плане у меня не поменялось. Попробуем сейчас Сосулендрочку дать туда наверх по противнику. Но она с наводки летит, к сожалению, вниз. Ну и будем стараться пушить противника под респ. Наши тиммейты уже будут сами захватывать точки. Я, в принципе, ну мог бы, наверное, тоже по точке поиграть. Но буду стараться ехать под вражеские респы. Боже, какая же это противная пушка Тесла, это ужас. Просто чел дает шарик и через него играет. У него сразу такое расстояние дополнительное появляется большое. Что я даже уже ничего сделать не могу с этим. Ну и будем стараться как раз таки больше жить, больше кемпить. ДДшки на кулдаун у нас практически никогда нету, если вы юзаете аптечки. Да, соответственно, у вас есть возможность хорошей, плотненькой, качественной, замечательной реализации. Наши тиммейты уже даже захватывают вторую точку. Пока что все у нас под контролем. Ну и пока все выглядит очень и очень круто. Овердрайвы у меня тоже на Крусейдере довольно быстро накапливаются. Ну и сама дистанционочка работает мега-мега эффективно именно с этим замечательным бустером. Мне прям вот именно эта комбинация нравится в реализации бустера прям на 200%. Ну и еще дополнительный факт. Это, например, не только легкие танки, но и средние танки на уничтожение. То есть, например, чтобы слить тяжелый танк, вам с гиперионом, например, надо дать 3 выстрела. Если у противника, например, нет ДДшки. Вот как, например, сейчас у этого Ареса. Если у меня есть бустер, то мне достаточно выдать всего лишь 2 ракеты. То есть, вы уже экономите целую дополнительную ракету. И это работает также не только на именно вот без ДДшки, например, танки. Да, а это работает и на постоянной основе с практически любым дополнительным танком. Я уже не говорю про криты, которые 2 800 залетают вкуснейшие. Да, и дают вам возможность еще большей экономии дополнительных выстрелов. Ну и нагибчика. Нагибчика. Того самого вкуснейшего нагибчика, да. Ну и в этом плане, конечно, бустер мне очень сильно нравится. Так, ладно. У нас тут с минусами есть какие-то свои прикольчики. Будем стараться сейчас больше не падать. Такие глупые минусы. 2 0 мы уже ведем. По счету у нас все шикарно. 20-ка тут сводится. Мы пытаемся чуть раскрутиться. Чтобы эта 20-ка по нам здесь не залетала. Так, ну и пробуем. Ага, понял. Понял. Все, вопросов не имею. Пробуем накидать урона. 15 киллов у нас уже имеется. То есть, если я за такую катку, за здоровенную карту дам здесь, ну, киллов 40-45, это будет очень и очень хороший результат. Поэтому надо постараться. Как можно больше этих киллов осилить здесь. Так, 1300 урона. 1300 это, скорее всего, по резисту у нас залетает. Но даже 1300 это довольно-таки неплохие цифры. Так, пробуем здесь по троим сразу по всем оппонентам чуть-чуть хотя бы накинуть. Чтобы сейчас, как только купол пропадет, мы сразу же могли добавочки вкуснейшей подоформить. Так, добавочка пошла. Добавочка пошла. Так, и мы, в принципе, можем еще и Оудик туда подраздать. Ну, ладно. Не стал я уже рисковать. А вот это, кстати, плохо. Мы сейчас точку по ходу дела потеряем. Да. 2-1 у нас становится счет. 7,5 минут до конца. В принципе, по катке у нас все в порядке. Единственное, только надо стараться еще как можно больше кидончика оформлять. Ну, и сама дистанционка мне, как устройство, нравится очень сильно. Да, вы знаете, что я бью. Продолжаю бить трофеи. Да, на этом замечательном страйкере. Поэтому в этом плане все выглядит очень и очень круто. Ну, и, как вы уже можете видеть, я пересел как раз-таки на Крусейдера. С точки зрения возможности реализации этого корпуса, на сегодняшний день у него намного больше преимуществ, как по мне. И, соответственно, с этими дополнительными преимуществами у меня получается давать лучшие результаты. А если получается давать лучшие результаты, то я уже принял решение поменять как раз-таки корпус. И играть на Крусейдере. Потому что диктатор больше такой статичный. Немножко даже, я бы сказал, скучноватый корпус. А вот Крусейдер со своими сосулями, с быстрыми овердрайвами дает какие-то дополнительные эмоции, дополнительный интерес. Поэтому я решил это дело немножечко преобразить. Так, ну и вот как раз-таки был выстрел сейчас по легкому танку. Ваншотный, шикарнейший. По 2000 урона, 26 киллов у нас уже имеется наш тиммейтер. Как только я вкатываю респы, да, как бы это ни казалось. Интересно, да. Но я как только вкатываю в респы противника, сразу у нас появляются возможности на дополнительный захват точек. Это, конечно, очень круто, что так получается. Соответственно, мне надо как можно больше в эти респы и въезжать. Раз это работает, значит будем стараться больше акцентировать на этом внимание. Ну и криты, да, по 2800 крит. Просто с бустера шикарнейший залетает. 93% Оудиса у меня уже есть. По сути мы можем даже, наверное, немножко понаглеть. Попробуем просто в нагляк въехать в вражеский респ. Аптечку прожимаем. Прожимаем дальше расходочку. Сосулендру даем по одному. Сплэшиком по второму залетает. Ну и, к сожалению, еще до аптечки я не дотянул. Но это было бы очень жестко, если бы я еще до аптечки на вражеской базе дотянул бы. 33 килла, 5 минут еще до конца у нас есть. Есть возможность, может быть, даже выйти здесь на 50 киллов. Что будет являться очень и очень хорошим показателем. Попытка сводки от противника по мне с 20-кой. Но у него не получается этого реализовать. Есть здесь Хантер в минусе. Есть здесь Викинг. Добавочки даем по двоим танчикам. Еще добавочки сверху по Диктатору. А еще одна попыточка сводочки в 20 ракет от противника. Ну и, к сожалению, я его не добиваю. 36 на 10. Шикарнейший счет. Просто шикарнейший счет для нашего замечательного бустера. Ну и Крусейдера, Страйкера в целом. Так, ну и пробуем, пробуем, пробуем продолжать давать это самое замечательное, вкуснейшее давление на оппонента. И плотнейшую накидочку. 97% овердрайва. Пусть водянка мне залетает. Ну и, к сожалению, я не успел еще овердрайв вдарить. Если бы сверху еще был овердрайвик, здесь бы ударили, то было бы вообще шикарно. Три противника въезжают в мост. И шикарнейший Оудис летит прямо в голову. Прямо в голову с пробиваловой. Хороший контактичек залетает. Единственное только, есть минус небольшой в том, что там были ребяточки с иммунитетом мне тоже от пробития. Так, купол сейчас у нас спадет. Но Хантер решил, ой, Хантер Хоппер решил даже побыстрее все это дело оформить. Так, ну и еще одна попыточка под захватку точки. У нас по ощущениям должна залетать. Викинг овердрайв вжимает. Мы пока что так чуть-чуть на пассивичах. Вжималову делаем. Пытаемся добивать. Хорошо добиваем. Прячемся от Аресика, который на Вжималове. Хантеру и еще добавочки сверху тоже даем. 41 килл. 340 до конца. Ну и, как я уже сказал, на 50-ку мы здесь по ощущениям выйти можем. Изначально я даже думал, что какую 40-ку мы дадим. Уже по ощущениям и на 50-ку выйти можно. Так, еще одна с Вадейла в 20-ку от противника залетает. Чуть-чуть прячемся. Чтобы сильно под 20-ку открываться не хочется. Не хочется такую тушеночку жесткую ловить от оппонента. Так, падаем под низ. Даем еще по Аресу. И, к сожалению, падаем в еще один очередной минус. Если бы я тут минусы не падал, мне бы... Уже вы представляете, насколько больше было бы возможностей на карте. Но бывает и такое, как говорится на Крусейдере. Бывает и минус. Падаю. Так, ладно. Делаем акцент опять на Респы. Раз опять у меня не пошло дело под точкой. Попробуем сейчас Вжималову по сосу лендрочки дать. К сожалению, мимо залетает. Ну и попробуем зайти теперь здесь с бока. Попробуем покидать здесь урончик. Шикарнейший урончик у нас уже залетает по оппоненту. Ну и пробуем накинуть. Но, к сожалению, опять сливаюсь. 48 киллов. 2.20 до конца. На 1000 очков есть возможность выйти. На такой здоровенной карте, как Габрест. В режиме осады. Что я считаю вообще шикарнейший просто результат. Ну и по резистам, кстати, здесь от страйкера целых 3 реза. По большей части, наверное, сейчас даже особо игроки-то резисты не берут. От нашей замечательной пушки. Так, вот по харьку, например, ДАшному тоже шикарнейший урончик залетает. 58% резиста у бойца имеется. Так, ну и пока что... Пока что противник все пытается захватить у нас эту замечательную точечку. Попробуем заехать стелсиком. Сделаем вид, что нас никто не видит. Сделаем вид, что нас никто не знает. Так, здесь Мамонтелла стоит. А мы просто в спинку красиво будем сейчас наваливать Джазика. По оппоненту, который стоит на точке. Так, вот этому мы сразу в головешку Сосулендру даем. Чтобы ему жизнь, как говорится, малиной не казалась. Так, ну и продолжаем. На респаунчике добавлять контентика. Еще и 2 ракетки успел дать. 52 килла, минута 23 до конца. Именно такой тайминг я поймал прямо сейчас. Так, ну и падаем вниз. С прожималовым двойных припасов. Может быть попробуем все-таки хотя бы одну точку зацепить, захватить. А то я еще ни одной точки, мне кажется, здесь не захватывал. Ну и эту я тоже не успел, к сожалению, захватить. Ах, е-мое, опять минус падаю. Опять падаю минус. Но благо здесь меня уже сливают. Минута до конца, 53 килла. Ну просто бомба, просто бомбочка. То есть вот казалось бы, да, всего лишь 5% добавляют бустеру. И эти 5% настолько в плюс начинают работать с точки зрения именно реализации дрона. Хотя, ну, если вот вы вдумаетесь, да, что такое 5%? Ну что это? Ну это по сути ничего. Да, но вот именно этих 5% не хватало для того, чтобы, например, на страйкере делать ваншоты. Да, и сейчас с этой возможностью, да, уже открываются совсем другие интересные приоритетики с реализацией этой замечательной пушки. Так, у нас есть еще один замечательный овердрайв. Наши тиммейты тут... А я не успел, к сожалению, ее дать. Ну и точку захватить я тоже не захватил. 945 очков. Именно с таким количеством мы заканчиваем этот замечательный бой. Ну и я могу сказать, что это шикарнейший результат. Для этой карты это 100% шикарнейший результат. Забираю еще и 8000 фонда. И 54 кила на 17 смертей. Фиксируем вот такую вот интереснейшую, замечательную катку. Пишите, что вы думаете по поводу бустера. Я уверен на 100%, что теперь этот дрон стал играбелен. Как минимум на той комбинации, на которой я набиваю трофеи с Крусейдера Страйкером, этот дрон стал совсем-совсем по-другому работать и совсем по-другому реализовываться. Ну а вы напишите свое мнение, согласны ли вы с моей точки зрения. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик и добавьте на новые видеоролики. Ну а с вами Минстр Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.